всем привет вы на канале тв распаковки сегодня будет рубика тв продолжаю вас знакомить спутниковыми тюнерами сегодня мне на обзор попал вот такой тюнерок который называется евроскай я с 19 это т2 плюс с 2 тюнер такой он коробочки с такими интересными птичками весь с 2 т2 это цифровой с 2 т2 и кабельный hd ресивер работает с кодеками h264 формате mp2 mp4 есть поддержка full hd 19 20 на 1080 возможность загрузки плейлистовой 5 вис юсб накопителя поддержка подключения к сети интернет с помощью юсб вайфай адаптера многоязычные меню есть функция pv записи телепередачный внешний юсб носитель возможность просмотра интернет-сервисов youtube мегагоу погода новости и другие есть функции медиаплеера mkv mp4 можно смотреть фотографии слушать музыку mp3 а вичер из выход юсб 2.0 поддержка многоканального звука dolby digital ac3 возможность обновления по очереди юсб флешку и низкая потребляемая мощность поступает он в такой красивой коробочке здесь много разных ярлыков и посмотрим сейчас на комплектацию этого в комплекте как всегда идет тюнер тюльпанчики вот такой удобный стандартный пульт с надписью евроскай здесь все доступные кнопочки есть и комплекте также батарейки как всегда мануалочка такая но серьезные видим много всего здесь как подключать как вставлять батарейки как настроить все в этой мануалочки есть и вот сам тюнер питание невыносное внутренние вот ну еще есть посмотрите сейчас посмотрим сзади здесь выход т2 антенна здесь выход юсб с на кабель с 2 спутник юсб выход hdmi на тюльпаны и есть выход на блок питания вдруг внутри сгорит или случится что-то с питанием можно просто купить или если есть это запасное питание 12 вольт один ампер поставить и смотреть от внешнего блока питания чтобы не разбирать не менять не сдавать мастерскую но я считаю это очень удобная функция и впереди здесь тоже есть и юсб выход здесь т2 такие кнопочки сейчас посмотрим каким цветом у нас светится меню какие цифры и потом подключим посмотрим попробуем его прошить вот видите такая зеленая зеленая такая загрузка вот видите зеленое такое красивое имени сейчас мы это тюнер подключим телевизору поставим новую прошивочку зальем каналы и посмотрим на меню что здесь так что погнали к телевизору и так подключаем данный тюнер телевизору включаем и сейчас посмотрим какая будет картинка сделаем прошивочку вот такая заставка я уроскай спутниковый hd ресивер я к тюнеру подключил флешку сейчас мы поставим новую прошивочку поставим список каналов сканируем т2 и посмотрим на что он способен и вообще какие есть функции в этого тюнера нажимаем кнопочку меню вот такое меню немножко напоминает на ее кланда 6 так сейчас мы найдем обновление по вот у нас есть так обновление по и делаем обновить по юсб все выбираем путь файла вот у нас флешка юсб си так смотрим где он здесь списках ищем танк ищем путь и сбить си и ищем нашу прошивочку вот она я в раской есть 19 вот новая прошивочка нажимаем окей и сейчас будет прошивочка данного ресивера так вот идет прошивка не отключайте питание да немножко похожее меню на ее кланда 6 но сейчас немножко поклацаем посмотрим что здесь есть прошивочку заранее ставлю последнюю версию чтобы было посвежее видео ну и посмотрим что здесь у нас как что есть так вот идет прошивка так 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 потом нужно сейчас найдем какой-то так обновление сейчас будет перезагрузка и вот опять евроскай спутниковый джи ресивер full hd 1080p картинка ну приятные мне например нравится такая картиночка сейчас мы посмотрим что будет дальше дальше нас включается начальная установка выбираем язык меню английский украинский русский поиск спутникового сигнала нажимаем выйти так теперь нам нужно обновить дом тоже выбираем вот эту секцию обновляем дом с актуальными каналами сейчас мы настроим потом спутниковые каналы и посмотрим как он ловится спутника потом отсканируем т2 посмотрим как показывает т2 потом еще мы подключим сегодня юсби вай фай адаптер посмотрим на интернет есть функции как работает youtube мегагол что еще есть в общем и пройдемся немножко поменю так перезагружается обновление произошло удачно сейчас будет перезагрузка вот он загружается и посмотрим дальше так сейчас мы настроим десеки но здесь какой у нас порт и не помню наверно 3 у нас или 2 2 дальше смотрим какие у нас спутники астра у нас первый порт потом еще у нас спутник есть ход берт берт у нас нами 3 сейчас посмотрим это у нас какие это у нас каналы т2 для украины сейчас пройдемся идем дальше и вот спутниковые каналы здесь нет сигнала потому что нужно настроить десек у нас здесь выключенный порт 4 хорбит у нас порт 2 а у нас у меня 3 с мы настроим 3 и посмотрим как показывает у нас каналы так немножко звук убрать и вот пошел сигнал каналов сход бирта картинка можно сказать приятная неплохая вот sirius а каналы вот так работают спутниковые каналы теперь нужно настроить и давайте пройдемся поначалу по меню в раздел меню начале телеканал и нажимаем ok здесь вот видим список каналов потом радио канала и удалить все дальше установка времени здесь есть таймер язык настройка здесь вот такие тв стандарты размер кадра авто громкость общая общая ну это все стандарт родительский контроль установка вот меню прозрачность задержка и настройка цветопередачи каждый тоже может по вкусу выставить яркость цветность контрастность и расширенные настройки запуск режима и 5 вели ставить из флешки тоже посмотреть как он работает настройка сети это можно настроить вайфай сейчас мы наверное этим и займемся подключим сюда вайфай подключили вайфай адаптер устройство режим включенный и ищем подключение нажимаем зеленую кнопочку чтобы отсканировать найти нашу вайфай сеть вот она у нас силами вводим пароль и подключаемся к сети нажимаем сохранить вот идет подключение к вайфай сети и будем смотреть наше меню дальше так сеть подключена выходим отсюда вот такая дальше у нас меню есть а установка антенны здесь это настройка спутниковых антенны настройка позиционера дальше список спутников список транспондеров сад finder это для настройки спутника с помощью этого тюнера это нужно через приложение установить телефон и чтобы было просто настраивать ну поймать сигнал спутника и вот настройка т2 у меня как бы антенна режим мы ставим авто и это питание антенны включить выключить меня выключить надо и нажимаем окей и ищем каналы так ну вот видим канал и пошли у меня как обычно тюнер ловит где-то с двух вышек сигнала поэтому но сила сигнала видите даже и с усилителем но на этом тюнере почему-то маленькая ну каналы видите прописались поймались поэтому она ловит и ловит как обычно с двух вышек поэтому будет не 32 канала возможно даже 64 или 48 посмотрим что она поймает видите уже пошло дальше надо проскакивает канал этом из других областей если вы находитесь где-то на границе областей там на 24 это национальные каналы а после 24 канала идут областные каналы там днепр может поймете как будем про петровской области запорожье полтава ну смотря какие каналы вот и какие то видите еще два радио канала поймала т2 так что после кодировки каналов это тюнера общая находка можно это 2 смотреть все каналы которые покодировались из спутника дополнительно можно настроить вот пятьдесят шесть каналов нажимаем сохранить и сейчас посмотрим как они эти т2 канала работают где они там у меня они наверно должны быть конце ли они там поймали сейчас мы их поищем а вот они с первого идут и вот нажимаем и вот пошли украинские т2 канала все у нас работает без проблем и продолжаем дальше наше меню так мы настроили т2 и вот настройка кабельного телевидения если кто нужно использовать этот приемник в качестве приемника кабельного системная информация вот посмотрите версия прошелки 07 24 07 сброс на заводские настройки условный доступ это можно вот обновление так нажимаем на эксит настройки сисеком мчиком редактор ключей к найди вот это все здесь есть обновление по айпи тиви лист но у меня еще здесь и пяти велись не стоит нужно вставить флешку найти в интернете какой-нибудь айпи тиви лист и синей кнопочка импорт и смотреть айпи тиви каналы тоже прекрасно она здесь работает stalker пол портал есть кого есть доступ можно настроить stalker api тиви вот фильмы и установки все это настроить экстримы тоже есть портал кого есть доступа вот посмотрим как у нас работает погода вот видим на пять дней погода вся показывается киевну можно настроить разные роды города черкасы чернигов вот вся погода у нас все показывает работает великолепно сейчас посмотрим как я буду работает сервис youtube не знаю как он youtube конечно здесь не всегда но вот мне удалось обновление это просто нужно ключ установить как ключ и для ютуба поставить я думаю вы найдете в ютубе сейчас это уже не проблема так что youtube ну тоже будет работать мегагол вот есть здесь фильмы сериалы мультфильмы телешоу вот видите вот здесь фильмы сейчас как новый год более популярные вот эти разные советские фильмы но можно все это посмотреть видите идет мегагол можно все смотреть сериалы там мультики все это есть и вот просмотр файлов просмотр видео музыки фото и разные вот такие у нас есть функции настройки так что вот такое у нас вот этот тюнерок вот какие мы сделаем видео тюны выводы тюнер для своими задачами вполне справляется принимает отличный сигнал dvd2 dvs2 работает мегагол айпи тиви лист можно установить в принципе из за такую цену отличный тюнерок могу посоветовать если кому надо я сброшу ссылочку где я его взял вот посмотрите недорогой работает интернет каналы сканируются были быстро переключаются можно редактировать совместить т2 и s2 ну данный тюнерок я вам советую так что вот такое получилось видео следующем видео тоже я вам покажу один тюнер от германского производителя там у него есть обучаемый пульт в этот путь нужно из телевизионный пульт соединить в один покажу как это все делается так что ждите нового видео и до новых встреч всем пока пока